всем добрый день это канал где ты класс с вами андрей щетников я хочу поговорить сегодня об одном учебнике физики который оказал на меня свое время очень большое влияние да и сейчас люблю в него заглядывать значит это вот такая книжка на самом деле это три тома даже их поднять не очень значит вот такой толщины эрик роджерс физика для любознательных вы видите как они у меня уже замученные затрепаны потому что эту книжку мне подарил вот этот трехтомник мне подарил отец в 73 году когда я учился в третьем классе и в школьные годы он как бы так я думаю что он довольно сильно на меня повлиял своим стилем своим отличием от всяческих других учебников которые от школьных учебников тех же потому что он устроен был абсолютно по-другому теперь что же это за книжка такая вот ее автор эрик роджерс он вообще-то англичанин но его американцы в 60-е годы пригласили в принстонский университет с предложением разработать вот такой курс физики и это курс физики для не физиков это я должен здесь подчеркнуть ну и про принстон надо сказать наверное что это один из ведущих американских университетов он входит в десятку всяких там международных рейтингов регулярно с ним связано более 50 нобелевских лауреатов но тем или иным образом а из физиков известных в нем преподавал когда-то и что и когда-то преподавал фильмом ну так чтобы вы понимали но это учебник для не физиков для будущих инженеров там медиков биологов ну и в общем то даже гуманитариев которые все в принстоне в ту эпоху было решено что все они должны пройти годовой курс физики причем это по замыслу был совершенно особый курс это курс физики был не для того чтобы выучить физику но для того чтобы понять как физика устроена но при этом нам нужен материал физики конечно но все-таки как она устроена как она работает и чем физики занимаются но я себе ситуацию так по простому представляю что вот университет который готовит ну на самом деле американскую элиту надо это так понимать и в том числе и политическую элиту этой элите в том числе предстоит принимать решение о том как бы как расходовать деньги на что на что выделять их ну и вообще понимать чем там они занимаются эти ученые бы в чем вообще суть их деятельности не только как бы не только какая польза от них может быть так но и польза тоже но и вообще как как это все устроено как их понимать и было решено что чтобы их понимать нужно самому поизучать поизучать физику но и позвать поизучать ее вот с этой особой стороны как она как физики действуют как они открывают как они делают свои открытия как они рассуждают как устроено их мышление ну и это такие прекрасные три тома я не знаю было бы наверное очень долго как бы делать их обзор я это не буду но кстати по русски он называется еще раз физика для любознательных по-английски он называется physics for the incurring mind для вдумчивого ума и подзаголовок здесь есть the methods nature and philosophy of physical science методы природа и философия физической науки вот что было решено преподавать но этот книжку эту конечно вот каждый из вас может ее скачать я думаю что многие когда-то ее держали в руках а кто не держал но это в общем это стоит того чтобы стоит того чтобы ее внимательно и вдумчиво читать потому как она действительно воздействует на ум человека и формирует его правильно как мне кажется на о том как работают физики как они рассуждают как они получают свои результаты первый том материя движения сила второй том наука земле и вселенной то есть пол тома но здесь и астрономия и та часть физики которая связана с астрономией ну например законы всемирного тяготения и законы ньютона реально же были открыты как бы в связи с астрономическими исследованиями молекулы и энергия электричество и магнетизм атомы и ядра третий том в общем я всячески рекомендую и спасибо вам за внимание